В Твери состоялось обсуждение проекта федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Участниками дискуссии стали губернатор Игорь Руденя, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, депутаты Госдумы Владимир Васильев и Павел Коршенинников, один из авторов закона проекта. Подробности встречи в материале Никита Васильева. В настоящее время в нашей стране идет разработка одного из важнейших законопроектов, который касается принципов организации местного самоуправления. Документ еще предстоит принять на одном из грядущих заседаний Государственной Думы, но уже сейчас ведется его активное обсуждение в субъектах страны. Примечательно, что в Тверской области есть передовой опыт работы в данном направлении. В 2018 году правительство области обратилось к президенту страны Владимиру Путину, и глава государства поддержал инициативу об образовании нового вида муниципального образования. Удомельского городского округа. А в 2019 году на территории Тверской области создан первый в России муниципальный округ Весегонский. Игорь Аруденя отметил, что процесс преобразования муниципалитетов уже дает результаты. В первую очередь это повышение оперативной и хозяйственной деятельности возможности для быстрого принятия решений по ключевым вопросам. Большой объем работы проводится именно на уровне муниципальных образований. Это и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, это вопросы дорожного хозяйства, это вопросы реализации национальных проектов, которые были поручены президентом. И очень важно, чтобы та слаженная работа, которая идет на федеральном уровне, без сбоев и протяжек доходила до самого, так сказать, главного уровня исполнения, это до нашего населения, до территории. В обсуждении ключевых позиций нового законопроекта приняли участие председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты Государственной думы Российской Федерации Владимир Васильев и Павел Крышининников, один из авторов законопроекта. Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, сенаторы Андрей Епишин и Людмила Скаковская, депутаты регионального парламента, главы муниципалитетов Верхней Волжья. Депутаты федерального парламента высоко оценили работу, проводимую нашим регионом в данном направлении. Власть должна совершенствоваться. И вот это как раз то, что делает Павел Владимирович, то, что по поручению президента ведет постоянная система выстраивания, совершенствования органов власти, сегодня она доходит до самого человеческого, вот этого измерения, где живут люди. Вообще публичная власть выстраивается для людей в первую очередь, для того, чтобы были понятны людям механизмы власти, для того, чтобы эти механизмы не работали на себя, а работали на людей, для того, чтобы граждане понимали, что откуда идет, и почему именно такое решение было принято, а не другое. Большая работа во время принятия подобного рода законопроектов ведется и на уровне региональных парламентов. Председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев отметил, что областные парламентарии намерены поддержать законопроект. В начале следующей недели мы планируем заседание законодательного собрания, но у меня есть такая уверенность, что коллеги в первом чтении депутатский корпус седьмого созыва поддержат данный законопроект. Но о поправке, замечании, как правило, Павел Владимирович об этом знает, это ко второму чтению. Мы тоже детально посмотрим, как идет обсуждение в Государственной Думе, и, возможно, что-то дополним еще. Добавим, что правительством Тверской области выдвинут ряд предложений. В частности, зафиксировать в законе процедуру и сроки формирования органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных округах четко сформулировать критерии показателей эффективности органов местного самоуправления, а также конкретизировать их отдельные полномочия. На сегодняшний день в регионе создано 11 городских и 13 муниципальных округов. В 2022 году планируется создание еще 7 муниципальных округов. Продолжение следует...